Всем привет, дорогие друзья! С вами Макс. В сегодняшнем видео мы продолжаем обзор термокамеры, которую спроектировал буквально несколько недель назад, собрал, сделал окончательную модернизацию. Спасибо ребятам в комментариях, которые подсказали очень много моментов. Все это я здесь реализовал и давайте посмотрим более подробно. Камера получилась очень крутая, смотрится просто великолепно. Сделана из ламинированного ДСП цвета венге. Делал я это специально для того, чтобы можно было поставить такую термокамеру в комнате, хотя правда она будет стоять у меня на балконе. Камера состоит из трех отсеков. Отсек, где стоит принтер, электроника и специальный бокс для сушки пластика и хранения разных комплектующих. То есть она очень удобная, очень интересная. Я понимаю, что некоторым кажется, что она похожа на савдеповский какой-то шкаф, но это самая лучшая, на мой взгляд, компоновка, где все включено. Например, икеевские табуретки, которые облеплены стеклом, я не считаю верхдизайном, потому что они неудобны, неэффективны. Здесь у нас все размещено в одном месте. То есть все, что нужно, все под рукой. Я считаю, это самый удачный вариант. В данной термокамере звук принтера практически не слышен. То есть он очень тихий. Даже несмотря на зазоры и щели, все равно звук достаточно тихий. Я решил не заклеивать эти щели, так как понял, что действительно тепло никуда не девается, оно сохраняется. И это тоже огромное спасибо ребятам в комментариях, которые меня в этом убедили еще раз. Первым делом я решил реализовать подсветку, так как внутри достаточно темно, поэтому сбоку поставил такой выключатель. По бокам установлена светодиодная лента на 12 вольт. Стало достаточно светло, уютно, красиво. Просто the best. Подсветку я сделал только по бокам, чтобы освещать стол. Больше, в принципе, ее и не нужно. Да и меньше нагрузка будет на блок питания. Она идет на клейкой ленте, поэтому легко приклеилась. Дальше прижал специальными поджимами провод. Провел сюда. Здесь у меня стоит выключатель. Вот этот вот. А вниз идет проводка к блоку питания. Для проводки я сделал только одно отверстие. Хотел разместить вот такие вот штекеры в ряд, штук 5-6. Для каждого набора проводов, для каждой оси. Вы, конечно же, напишите в комментариях, есть ли в этом целесообразность. Или, может быть, действительно оставить так, как есть. Также хочу обратить внимание, как установил у нас филамент. Я его прикрепил к потолку. Так намного удобнее, экономит место. Только что закончилась печать. Температура в камере составляла 30 градусов. Уже немножко опустилась. При этом влажность 43%. То есть, в процессе печати у нас еще идет подсушивание пластика. И это очень круто. Сюда можно, в принципе, поставить там сбоку несколько бобин. И если у вас многочасовая печать, там 5-6 часов, то можно еще автоматически сушить пластик в процессе печати. И это действительно экономит и время, и деньги. Потому что, если сушить потом еще в духовке отдельно пластик, соответственно, вы тратите на электричество. А так одновременно вы и печатаете, и сушите пластик. Вот этот вот датчик температуры и влажности купил в Китае. На него тоже будет ссылочка под видео. Вторую разместил на боксе для сушки пластика. Сейчас температура там составляет 23,7 градусов и 48% влажности. Так, открываем наш бокс. Бокс выезжает у нас на 500 миллиметров. Хотя можно поставить и 600 миллиметровые направляющие мебельные. Но у меня других просто не было под рукой. Данная крышка открывается. И здесь у меня хранится филамент. Сюда вмещается очень много филамента. Видите, сколько там еще? Там три коробки. Четвертая. И здесь еще три можно вставить. Обратите внимание, что внизу на дне у нас кошачий наполнитель гелевый. Который, соответственно, убирает влажность внутри. И сохраняет сухим наш пластик на долгое время. А это у нас два отсека, где я храню разные комплектующие для 3D принтера. Кстати, эпикамера, на которой делал недавно обзор. С помощью ее я отслеживаю работу принтера. То есть смотрю визуально, когда у меня нет дома. Все ли в порядке. Не сгорел ли принтер, не сгорела ли квартира. Вот очень удобно, ребят. Всем рекомендую. Конечно, в спарке с этой камерой нужно поставить сюда еще датчики дыма, датчики огня. Желательно еще автоматический огнетушитель на всякий пожарный. И специальное реле, которое будет размыкать цепь. Отключать наш принтер в случае какого-то ЧП. То есть онлайн вы сможете отрубить наш принтер от сети. Но этим проектом занимается Виталик. У Голок Технаря есть такой канал. Так что рекомендую на него зайти, посмотреть. Я надеюсь, что он закончит в ближайшее время этот проект. И вот таким вот образом все это задвигается и прячется. Я считаю, что это действительно удобно и эффективно. Ну а теперь, друзья, переходим к сердцу нашего принтера, нашего термобокса. К электронике. Электроника у нас размещена в отдельном выезжающем блоке. Здесь у нас стоит SD-карта. Специальный слот я его тоже купил. Он копейки стоит в Китае. Удлинитель. LCD-монитор. И кулер Абдува для того, чтобы наша электроника не загнулась. Вот так это все выглядит. Во-первых, свободный доступ к нашей электронике. Можно всегда заменить, подключить, если нужно. То есть вообще без проблем. Кулер Абдува в материнке я оставил. Потому что они работают достаточно эффективно. Хотя очень шумные. Здесь мы видим блок питания тендера. Материнская плата. И кулер на 120 мм. Который подает воздух в эту нишу. Соответственно воздух нагревается, ему нужно куда-то одеваться. Для этих целей я сделал сбоку специально кулер 120 на выдув. Он также запитывается от этого блока питания. Также вывел электрику. Теперь возникает вопрос у вас. Как же питаются наши кулеры? Ведь они на 12 вольт, а блок питания на 24. Для этих целей я купил в Китае две платы. LM2596. Это понижающие блоки, которые снижают наше напряжение 24 вольта до 12 вольт приемлемых. Эта понижайка на 12 вольт у нас отвечает за кулеры 120-ки 2. А вот эта понижайка отвечает за светодиодную ленту. То есть освещение у меня идет отдельно и тоже на 12 вольт. На данный момент стоит здесь родная материнская плата от Ender A3. Но ко мне сейчас уже должна прийти материнская плата Big3Tech 1.3. Материнская плата обалденная просто. Она идет с TFT-краном на 35-кой. Также будут драйвера установлены на TMC 2208. Об этом будет отдельное видео. Обзор самой материнки будет отдельный. Я считаю, что эта материнская плата Big3Tech реально самая крутая на сегодняшний день. Потому что цена и качество действительно соответствуют. За комплект Big3Tech плюс TFT и драйвера я отдал 56 долларов. Чтобы некоторые не говорили, что я бесплатно это получил для обзора. Ребята, не забывайте, что 11 числа начинается неделя распродаж в Китае. Огромные скидки, огромные бонусы. Не пропустите это время. Сэкономьте деньги. Заходите на сайт Big3Tech. Там полезного очень много. Помимо материнских плат еще очень много разных комплектующих. Всем рекомендую. Магазин реально the best. Ну и давайте, друзья, подведем короткий итог. Термокамера получилась очень удачной. Очень удобной, эффективной. Она сейчас пассивная, но можно ее сделать и активной. Просто поставить дополнительный обогреватель. Купить в Китае он стоит копейки. Но при этом он будет поддерживать нужную температуру в течение всей печати. В данном случае я использую PG пластик и PLA. Мне, по сути, активная камера не нужна. Поэтому я обогреватель сюда и не установил. В целом, я считаю, разработка получилась очень крутая. Очень нужная и эффективная. Жду ваших комментариев под видео. Не забывайте, что под видео очень много полезных ссылок из Китая. Переходите, покупайте. Ссылки будут на тот же магазин Big3Tech. Тоже не пропустите. С вами был Макс. До новых встреч. Пока, друзья.